Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, мы приходим к вам из Церкви Христианской Веры здесь, в городе Сакраменто, штат Калифорния. В первых словах нашего эфира, в первых словах нашего вещания, позвольте выразить вам еще раз огромнейшую благодарность и огромнейшую признательность за то, что вы становитесь частью нашего вещания в этот день. Две вещи, прежде чем мы перейдем к содержанию нашего эфира или к содержанию нашей программы. В первую очередь я бы хотел поздравить всех вас с праздником Светлого Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, особенно тех, которые празднуют этот светлый праздник вместе с Западной Церковью. Большая часть христианского мира сегодня приостанавливается, более сказать, в эти дни приостанавливается, чтобы еще раз воспеть Ему благодарность. Невольно приходят на память слова апостола Павла, который сказал, «Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Это была необычная смерть, но во время своей смерти властно подверг дьявола позору. Он во время своей смерти, Христоица Иисус, восторжествовал над ним самим собою. Библия говорит о том, что смерти невозможно было удержать его. Поэтому Бог воскресил Христа из мертвых, Христа, умершего за наши грехи. Он воскресил для нашего оправдания, для того, чтобы каждый, принявший в свое сердце искупительную жертву Христа, мог стоять перед ним таким, как будто бы грех никогда в нашей жизни не существовал. Поэтому позвольте еще раз из глубины моего сердца поздравить каждого из вас. Христос воскрес! Христос воистину воскрес! И тот же самый Дух, который воскресил Христа из мертвых, я цитирую слова апостола Павла, воскресит и нас. Воскресит нас для новой жизни, воскресит нас для нового упомания, воскресит нас для новой надежды во Христе Иисусе. Я даю себе отчет в том, что есть аудитория, которая будет праздновать праздник светлого воскресения Господа нашего Иисуса Христа недели спустя, но никогда не будет лишним все 52 воскресения в году, никогда не будет лишним приостановиться, никогда не будет лишним поблагодарить Бога за Его благодать, которую так Он обильно посылает через искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Во-вторых, я бы хотел поощрить каждого из вас, в течение последующих получится, пока мы будем здесь, вы будете видеть номер телефона, это номер молитвенной линии. Вы неоднократно уже могли слышать об этом. Если вы или кто-то, о ком вы знаете, нуждается в молитве, мы здесь для того, чтобы молиться с вами, для того, чтобы молиться за вас. Я не устану цитировать эти слова, потому что они правдивы. Я убеждался в правдивости этих слов неоднократно. Библия говорит, многое может усиленная молитва праведного. Когда мы соединяем свои сердца в вере в Бога, нет ничего невозможного для Него. И мы совершенно убеждены в том, что Его рука будет простерта. На соделание знамений и чудес. Его рука будет простерта для того, чтобы разбитые семьи были восстановлены. Для того, чтобы погибающие дети были спасены. Для того, чтобы финансы были восстановлены в жизни людей. Все нужды были покрыты по Его богатству, в славу Христом Иисусом. Поэтому еще раз делаю ударение на то, что в течение этих получасов вы будете видеть номер телефона. Пожалуйста, позвоните, если вы или кто-то, о ком вы знаете, нуждается в молитве. Мы обязательно будем молиться с вами и мы обязательно будем молиться за вас. Сегодня эту программу обычно мы выходим из нашего русскоязычного служения в прямом эфире. В 12.30 по Тихоокеанскому времени, в 3.30 по Восточному времени. Это для тех, которые принимают наш сигнал через телеканал «Импакт» здесь, на территории Соединенных Штатов Америки. Если вы принимаете наш сигнал через телеканал ТБН «Россия», 21.30 центральный европейский поезд, 22.30 киевское время и 22.30 московское время на этот летний период. Я бы хотел сегодняшнее свое обращение, сегодняшнее свое, не просто обращение, сегодняшнее свое послание связать с пасхальными событиями. Если вы были вместе с нами на нашем предыдущем вещании, на нашей предыдущей программе, мы обращались к третьей главе послания к Галатам. И к этому тексту я хотел бы обратить ваше внимание еще раз. Послание к Галатам, третья глава. И мы прочитаем вместе с вами достаточно содержательный отрывок, начиная с первого стиха. «О, несмысленные Галаты! Кто прельстил вас, не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа, или через наставление в вере. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели, без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона это производит, или через наставление в вере». Мы говорили, и стоит повториться в том, что первые пять стихов, третьей главы, послание к Галатам, это, по сути, пять вопросов. Как по мне, это очень необычное обращение. Обращение к своей аудитории, в случае апостола Павла, церковь или даже ряд церквей. И он начинает эти, это обращение с ряда вопросов. Не потому, что он не знает ответы. Он начинает свое обращение к ним с ряда вопросов, по той простой причине, чтобы спровоцировать их. Чтобы спровоцировать их к определенным рассуждениям. Чтобы спровоцировать их к определенному анализу вещей, которые имеют место в их среде. Потому, что они, согласно заявлению апостола Павла, начали духом, начали хорошо. Но стараются усовершенствовать все делами плоти. И он предостерегает их об этом. Вы шли хорошо. Вас кто-то остановил. Вас, пред глазами которых предначертан был Христос, как бы распитый. Вас кто-то приостановил, чтобы вы не покорялись истине. И потом он задает последний в серии этих вопросов вопрос. И я цитирую еще раз послание Галатам 3,5. «Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса. Через дела ли закона это производит, или через наставление в вере». По сути, задавая этот вопрос, апостол Павел делает очень сильное утверждение. «Послушайте меня и послушайте очень внимательно. Бог, которому мы с вами служим, это подающий Духа и совершающий между нами чудеса». Я повторю это еще раз. «Бог, которому мы с вами служим, это подающий Духа и совершающий между нами чудеса Бог». И вот это его характеристика, если хотите, вот этот его атрибут прописан через все страницы Священного Писания. Потому что нет проблем, перед которыми мы смогли бы с вами оказаться. Нет вызовов, которые мы смогли бы с вами встретить, и которые были бы нерешимы. Узлы, которые не были бы развязаны. По той простой причине, что он есть. Он был, он есть, и он никогда не перестанет быть Богом, подающим Духа, обильно подающим Духа и совершающим между нами чудеса. Начните говорить об этом. Начните проговаривать это в духовный мир. Начните исповедовать это. «Мой Бог» – это подающий Духа Бог. «Мой Бог» – это совершающий чудеса Бог. «Мой Бог» – это Бог, для Которого нет абсолютно ничего невозможного. Я повторюсь еще раз, это его атрибут, это его характеристика, это то, что ему присуще от начала творения. Если не верите мне, прислушайтесь словам книги «Бытие». «Вначале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». Еще раз. «Вначале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой». Зачем упоминание Духа вообще? Зачем упоминание Духа, если разговор идет о начале творения? Если разговор идет о том, что земля была безвидна и пуста, или земля стала безвидна и пуста, и тьма надмезная, зачем упоминание Духа? По той простой причине, что Он есть посылающий, Он есть обильно посылающий Духа Бог. Неинтересно ли, в начале Бог сотворил небо и земли? Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Дух Божий носился над водой. Бог начал говорить, посылая обильно Свой Дух. И к концу первой главы книги Бытия мы с вами читаем, и посмотрел Бог, и увидел Бог все, что Он творил, и сказал сам себе, и сказал сам в себе, хорошо и весьма хорошо. Знаете почему? Потому что Он посылающий Духа Бог. Слово было высвобождено, и Дух Божий приводил это Слово в исполнение. Бог оставался верным Своей характеристике, Бог оставался верным Своему атрибуту. Он посылающий Духа Бог. Я на данном этапе перечитываю книгу Бытие, и совершенно недавно бросилось мне в глаза, бросилось мне в сердце. Послушайте меня и послушайте очень внимательно. Вначале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водой. Всего лишь пять глав позже. Подумайте об этом. Всего лишь пять глав позже. В книге Бытие, в той же самой книге, только в шестой главе, мы читаем, что Господь посмотрел на землю и воскорбел сердце своем. Воскорбел по той простой причине, что созданное им творение извратило свой путь перед Богом. Помышления в сердце человека были против Бога. И что Господь сказал? И Господь сказал, не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым. Я есть посылающий Духа Бог, но Моему Духу не вечно быть пренебрегаемым. Первый мир был уничтожен водами потопа, потому что посылаемый Богом Дух был отвергнут человечеством, был пренебрежен человечеством. Думаете, что мы, читающие Новый Завет, и напрасно нам звучит предупреждение из уст и из сердца апостола Павла, не пренебрегайте Духа Святого. Бог – это посылающий Духа Бог и совершающий между нами чудеса. Я хочу провести параллель сегодня. Он был посылающим Духа Бог в начале всего творения, в начале всего процесса. Что произошло, когда Христос воскрес из мертвых? Я делаю ссылку в данном случае на 20 главу Евангелия Иоанна. Если книга «Бытие» первая глава – это начало творения или повествование о начале творения, то Иоанна 20 глава и ряд других глав на страницах Нового Завета – это повествование о начале нового творения. Я повторю это еще раз. Если книга «Бытие» первая глава в частности – это повествование о начале творения, то Евангелие Иоанна и ряд других глав на страницах Нового Завета – это повествование о начале нового творения. Мы с вами новое творение во Христе Иисусе. Так вот, что имело место в тот же самый день, когда Христос воскрес из мертвых? Мы знаем, согласно священных текстов, Он воскрес рано, при рассвете. Видите, были женщины, поспешившие ко гробу, были удивлены тем, что место пусто, никого нету. Увидели ангелов, которые сказали, Его здесь нет, Он воскрес во исполнение Своего Слова. Он воскрес из мертвых, Он попрал смерть, Он восторжествовал над нею самим собою. Они не знали, что делать от радости, и возвратились, чтобы возвестить это ученикам. И вот Иоанн в 20 главе своего Евангелия пишет, что тот же самый день, в день светлого воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа, ученики были собраны, 10 из них. 10 по той причине, что Иуды уже нету, 10 по той причине, что Фомы не было на этом собрании. И когда Христос является им, что Он делает? Когда Христос является им, вы можете проверить, это в 20 главе Евангелия, Христос является им, вот этим 10, как минимум 10. И говорит, Он думал на них, Иоанн пишет, Он думал на них и сказал, примите Духа Святого. Не интересно ли в начале творения, в повествовании о начале творения, Бог представлен как посылающий Духа Бог. И в повествовании о начале нового творения, Бог представляет Себя как посылающий Духа Бог. Являясь ученикам, он дышит на них и говорит, примите вы Духа Святого, потому что я остаюсь верным своим характеристикам, я остаюсь верным своим атрибутам, я есть, я остаюсь и я всегда буду посылающим Духа Бог. Вот почему ученики и в лице учеников, каждый последователь Иисуса Христа, нет проблемы, которая не будет решима, нет узла, который не будет развязан, нет ситуации, из которой нет выхода, потому что Бог – это посылающий Духа Бог и совершающий между нами по своей благодати чудеса. Я хочу благословить каждого из вас пониманием этого, особенно в эту пасхальную пору. Он воскрес, Он воистину воскрес и остается верным своим обетованиям, остается верным самому себе, остается верным своим характеристикам, остается верным своим атрибутам. Он посылающий Духа Бог и совершающий между нами чудеса. И потом апостол Павел в этом утверждении, я опять возвращаюсь в послание Галатам 3,5, в этом вопросе, в этом утверждении говорит следующее. «Посылающий Духа Бог, посылающий Духа и совершающий между вами чудеса. Делает это через дела закона? Или через наставление? Или через, я использую слово, через инструктаж в вере? Может звучать парадоксально. Может даже для кого-то или кому-то будет резать слух. Но если мы внимательно пересмотрим эту книгу, и она полна историй, чудес, большие чудеса, большие чудеса на страницах этой книги. И я смелюсь сказать, большие чудеса в нашей жизни зависят от нашей готовности или нашей неготовности быть послушными в самых, казалось бы, даже нелепых повелениях. Я приведу такой пример из Библии. В Кане Галилейской была свадьба. Брачное торжество. Библия говорит о том, что был приглашен Христос и ученики Его. И Матерь Иисуса тоже была там. И так уж получилось, что на этом брачном торжестве было использовано все вино, все запасы, которые имелись, все, что было приготовлено и все, что было сохранено на всякий случай. И это было использовано. И каким-то образом эта информация достигла именно Матери Иисуса. Напомните о том, что к этому времени это начало служения Иисусу. Никто не знает о Христе, что Он творящий чудеса. Он просто один из них. Он просто один из приглашенных. Да, быть может, Он учитель. Да, быть может, кто-то наслышан о Нем. Что Он неоднократно бывал в синагогах и очень искусно мог преподать какой-то урок. Но никто не знал о Нем как о совершающем чудеса. Молва о Нем еще к этому времени не распространилась. Он приглашен в Кану Галилейскую на брак. А у них проблема. У них кризис. У них недостаток. Есть спрос. И они не могут восполнить. И каким-то образом Матери Иисуса узнала об этом. И она подходит к Нему, к Христу, и говорит, вина нет у них. Читающие Библию знают, какой разговор у них состоялся. И потом Мать Иисуса обращается к людям. В какой-то мере отвечающим за все происходящее. И говорит, все, что скажет Он вам сделать, сделайте. К чему я веду? Я веду к тому, что подаяние Духа и совершение Богом чудес в нашей среде зависит от нашей готовности быть послушными в самых маленьких, казалось бы, незначительных вещах. Все, что скажет Он вам сделать, сделайте. Я не хочу ударить здесь кого-то по рукам, но там не было предложения, найдите текст из Священного Писания и начните исповедовать его. Я верю в исповедание, кстати. Там не было сделано предложения запустить еще какие-то рычаги, которые мы можем считать очень важными. И они действительно могут быть важными, но если убрано из основания элементарнейшее послушание, готовность послушания, ничего не сработает. Все, что скажет Он вам сделать, сделайте. И Он говорит, там было шесть каменных водоносов, и Он говорит им, наполните эти водоносы доверха. Это была серьезная емкость. И требовалось немалого труда, чтобы заполнить. И не просто заполнить, Он сказал конкретно заполнить доверха. И вот мы не знаем, сколько людей, мы не знаем, какой большой была эта группа служителей. Может, это всего лишь в лице двух, или трех, или четырех. Мы не знаем шесть каменных водоносов. И они начинают заполнять их водой. И, может быть, раздавались голоса, ребята, что вы делаете? Нам надо каким-то образом обслужить приглашенных сюда. Вина нет у нас. У нас кризисная ситуация прямо сейчас. Они были движимы готовностью послушаться. И послушание положило начало чудесам. Потому что написано в Евангелии Иоанна во второй главе, так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. Позвольте закончить следующим. Как уже замечено было в начале, западная церковь, большая часть христианства, именно в эти выходные празднует праздник Светлого Воскресения из мертвых Господа нашего Иисуса Христа. Без преувеличения я в этом абсолютно убежден. Спасение – это самое большое чудо. Когда падший человек, когда далекий от Бога человек провозглашает в своем сердце, своими устами, верует в своем сердце и провозглашает своими устами господство Иисуса Христа, он становится новым творением, омытым в драгоценной крови, таким, как будто бы грех никогда в его или ее жизни не существовал. Поэтому я спрашиваю, а каким образом спасение стало доступным? Каким образом спасение стало возможным для миллионов и миллионов и миллионов людей? Какая формула была запущена? Никакой, кроме послушания. Не послушанием одного человека, Библия говорит, грех вошел в мир, послушанием Христа Иисуса сделаются праведными многие. Хотел он идти на крест? Нет, не хотел. Он даже молился, если есть такой вариант, чтобы меня миновала эта чаша, эти агонии, эти переживания, но не моя воля. Ведь же я иду, как в книжном свитке написано обо мне, исполнить твою волю. Я здесь в абсолютном послушании. И апостол Павел говорит, он смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Он есть посылающий Духа и совершающий между нами чудеса. Я бы ревновал, молился к Богу о том, чтобы эта пасхальная пора в моей жизни, в моей семье, в вашей жизни, в ваших семьях, в ваших домах была ознаменована обильным подаянием Духа и чудесами в вашей жизни. Потому что Он был, Он есть, Он никогда не перестанет быть Богом, обильно подающим своего Духа и совершающим между нами чудеса во славу своего великого имени. Спасибо всем за то, что вы сегодня были вместе с нами. Пусть сам Бог хранит вас в своем совершенном мире и восполнит все ваши нужды по своему богатству и славу Христу Иисусу. До свидания.